серебряный дождь серебряный дождь слушайте нас всегда а тоже все мыassen можно пожалуйста добавить в конце и тогда будут слушать можно еще раз за полом до серебряный дождь слушать у нас всегда пожалуйста слушатель дозвонился даже говорит хотим нас похвалить похвалить пожалуйста спасибо «спасибо вам большое» Подождите, как-то на нашем с вами заэфирном разговоре вы были более таким вот разговорчиком. Может, он уже оделся? Дошло. Вы еще с нами? А очень похоже на голос Алекса. Может быть, это Алекс звонил, когда выходил. Нет, это не Алекс, это Олег из Калининграда. Здравствуйте, Олег. Олег из Калининграда. Прекрасно, очень приятно. А мы тут. Даша, Алекс, Митя, Семен. Я слышу. Вы великолепны. По-моему, не мы ему позвонили? Нет. Нет, только я вам позвонил. Ага, Олег, я понял. По номеру, который был в интернете, ВКонтакте, я ваш друг, я подписчик. Спасибо, очень приятно. Спасибо большое, Олег. Хорошего вам дня. Если вы успеете на самолет, то приходите в 8 часов вечера к нам сегодня на шоу. В Стендап Патрике называется это местечко. Целую ваши руки. Ваше радио. Это действительно не читал. Я когда в автомобиле вас включаю, со мной рядом, ну, едут там какие-то там сотрудники, пассажиры, да. Автомобиль это маршрутное такси? А говорю, это радио «Серебряный дождь». Они, а как они так могут? Говорю, ну как, в эфир выходят, там радио у них есть, там передатчики, там антенны, да, вот это все транслируется. Тут еще как внутрь. Путина обсигают. Говорю, да. Обсигают Путина это. Ну, куда-то, куда-то не туда завело. Вот вроде наш слушатель, а такие слова мы не употребляем. Я представил, я представил... Я представил, что вы его... Ну, сейчас он ушел, а он до сих пор сидит с телефоном и говорит об этом. Его ничего не остановит. Это городская калининградская легенда. Кстати, чего мы не делаем в программе «Ленивый воскресенье», это то, что вот он сказал. Потому что мы про воскресенье и про другое. Мы можем цветы, про цветы песни послушать. Митя, тебе вопрос. Пожалуйста. Какой колоритный голос у парня, который сейчас в эфире? Прямо в Ихинской подворотне в начале 2000-х. Они верно угадали? Да, конечно, абсолютно. Идеальное сравнение. В Ихинской подворотне. В Ихинской подворотне 2000. Начало 2000-х. А, хорошее уточнение. То есть это получается примерно февраль-март. Ну, начало, да. Видимо, да. Может быть, январь. Спасибо, Даша. Пожалуйста. А, точно. Я все время путаю. Даша, спасибо вам большое за все то добро, что вы принесли в этот вопрос. Это ответ. Даша принесла много вопросов. А расскажи, пожалуйста, как ты решил стать комиком вообще? А вы знаете, у меня просто в моем доме жила Лена Новикова. Она стендап-комик. И она сказала, слушай, мы один раз с ней встретились, и она сказала, слушай, а что, смешно довольно-таки все. Знаешь что, пойдем, у нас есть стендап, и там все ребята. И я пришел, и они тоже все посмеялись и сказали, а будешь с нами? А я говорю, ну что, я уже здесь. они? Они говорят, супер. И мы раз дали пять. И ты? Я говорю, слушайте, если есть у вас какой-то чай, то я бы с удовольствием. Они говорят, конечно, а хочешь у нас прямо в субботу выступить? Я говорю, а что, можно? И выступил, и с тех пор зиждюсь. А чай? Чай был-то? Чай? Конечно, там было много и чая, и всего. Там есть, то есть, были ребята, которые даже пили коньяк. Что? Что пили? Давай знаешь, что я зашифрую. Давай. На одном скачут, другой мохнатый с рогами. Коньяк? Да. Комбизон. Комбизон. Да. Вот. Ну, понятно. В целом, творческий путь к успеху, хороший путь. Хороший путь. Еще начинается. А знаете что, кстати говоря, если что, я сейчас начал давать уроки гитары в инстаграме. Так. Если хотите, можете присоединяться. Как у тебя инстаграм пишется? А можно говорить? Да. Как коньяк нельзя? Митя Сорокин. Как ни странно. Просто Митя Сорокин, да? Да, а если на английском, то Митя Сорокин. Все верно. Митя. Митя Сорокин. И как ты их обучаешь? Ты просто показываешь, какие аккорды брать? Вы знаете, я просто решил сам обучиться после Нового года игре на этом потрясающем музыкальном инструменте и подумал, а что мне своих ребят тоже, которые на меня подписаны, тоже вместе со мной не обучить? И вот пытаюсь вместе с ними обучиться. Обучиться. А я так и сказал. А ты несколько раз повторяешь, чтобы закрепить слово одно и то же. Одно и то же. А так у вас то же самое, Алекс. Да. Да. Все-таки надо решить вопросы и помочь человеку, потому что вы же комики против проблем, и скорая помощь комиков, можно сказать, он, напомню, застегивает куртку и всегда прищемляет подбородок. Я знаю, что можно, знаете, что можно использовать кнопки. Просто или куртку пошире, чтобы был ворот, потому что я не раз себе прищемлял ну, так скажем, подбородок, гортань. Я прищемлял себе гортань, но потом детство прошло, и я понял, что можно самому выбирать вещи. И не обязательно уж облегающий Adidas. А можно Adidas говорить? Можно. И не обязательно облегающий потрясающий Adidas. А можно и поширше взять Nike. Блин, какой у тебя словарный запас? У тебя там и поширше, и гортань. То есть все-таки надо вырастить. Я правильно понял? Совет. Можно сделать ворот поширше, или же можно кнопочный взять кнопочный свитер. Так, а может быть там человек по... Мить, может быть с капюшоном. Мить, может быть там человек поширше? Нет, может быть все-таки это не первый его подбородок. Ты знаешь, я не сомневаюсь, что какой бы ни был ширше человек, можно взять театральный занавес и кнопку нашить, и самый широкий человек все равно будет выглядеть как Дракула. А вот человек, который вырос, еще один вопрос, видимо он вырос, и знаете, вот в детстве есть, ребят, ну магия какая-то, когда ты знаешь что-то большее, чем взрослые. Вот у меня маленький мальчик, сын, вот он, мне кажется, знает больше. Но когда ты растешь, ты перестаешь верить в полярный экспресс, который идет на Новый год к Санта-Клаусу, перестаешь. Вот мне кажется, с этим человеком вот что произошло. Я цитирую сообщение. А вот у меня такая проблема, комики. Разучился различать игрушки в киндере после того, как я их потрясу. Потрясающе. Ого. Знаете, можно уже... Да, конечно. А как зовут? Анатолий? Никак. Ну пусть будет Анатолий. Он не представился. Давайте мы его будем называть Анатолием. Давайте более... Почему? Опять Вассерман. Давайте по секретному. Давайте более по секретному. Джон. Джон. Ну прям совсем секретно. А просто ему будет приятно. Потому что если он Анатолий, то он эх, угадали. А если он, например, Стас, то да что ж, почему же Анатолий? А если Джон, то это нейтрально. Вроде не я, а вроде неплохо. Согласен. Итак, Джон разучился различать игрушки в киндере после того, как их потрясет. Джон, уважаемый Джон, знаете что? Я вам подскажу. Если там какой-то набор пингвинята или бегемотики или жирафиши, то звук будет однородный. Там будет один стук об стенку. Это значит, что там цельная игрушка. Похожий на фарфор пластик. А если же там будет они шебушаться, по-всякому, вот так вот валандаться, это значит, что там что-то сборное. А что сборное в киндере? Катер, машинка, самолет, паровоз. И все. Нужно вот так постучать. Послушать стук. Как арбуз, только рукой. А я пойду дальше. Продолжу вопрос Джона. Пожалуйста. Хорошо. Допустим, мы определили, однородная эта фигурка или шебуршающаяся там разная сборная. Как определить, какой, допустим, это из, допустим, щенячий патруль, да? Там же их там маршал, там зума. Алекс, что ты знаешь, что до сих пор в киндере. Ну, ты можешь, у меня вон ребенок за стеклом сидит. А, все. У меня и ребенок за стеклом не сидит, но я тоже знаю. Да, извините, приступ просто. Так вот, как определить, кто из этих животных там, кто из СМИ-шариков, кто, условно говоря, Кот Мотороскин там, или Шарик, или, может быть, Каркуша. Или СМИ-шарик. Да. То есть, то, что ты рассказал, Митя, как определить в киндере саму сущность. Сущность, да. А вот кто из них, из персонажей, вдруг у тебя уже есть Шарик, зачем тебе два шарика? Да. Но можно вот как. Смотрите, если у вас, Алекс, есть, например, шарик, если мы берем линейку простоквашенную, я правильно понял? Да, да, берем вот эту. Если у вас уже есть шарик, вы берете с собой шарика, раз, а потом, хоп, и если не созвучно, то можно брать. То есть, тот шарик, который у меня есть, я его кладу в другое яйцо. Да, смотрите. А где же я возьму-то яйцо? Схема очень простая. Вы, например, хотите собрать линейку простоквашенную. Так. Вы приходите, говорите, дайте мне, пожалуйста, ну или просто берете яйцо и молча пробиваете чек. И вы посмотрели, какой он, раскрыли, там, ну допустим, шарик, вы его раз, обратно, а дальше вы уже по звуку можете определять и собрать вообще всю коллекцию за один заход в магазин. Кстати, да, ну то есть, тогда все-таки нужно уставной капитал изначально на несколько яиц. там есть просто вторая ступень. Берете шарика, раз, потом у вас, например, кот Матроскин, давайте возьмем голчонка, он же маленький, шарика, потом голчонок, потом раз, другое яйцо. Так, как голчонок, раз, следующее, что-то новое, это может быть корова или печкин. Ну вообще, согласен, да, логично. Я напоминаю, что... Мне кажется, вот единственное, кому мы по-настоящему ответили, действительно, с точки зрения пользы, это вот Джону. А у нас, а у нас и на шоу так же. Да, просто смотрите... У нас никаких секретов. Да, иногда бывает, что мы думаем, 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 а потом раз, и Семен говорит, ой, ладно, поехали дальше. Да, но у нас такая концепция, что мы не только... Мы же не древнегреческие боги. Да, это точно. А хотя ты бы мог бы быть Посейдоном, а я бы знаешь кем? Как ты думаешь? Я думаю, что ты бог вина. А я думаю, Гефестом. Почему Гефестом? А я потому, что занимался ушу, и я могу очень быстро передвигаться. И даже послание, если мне кто-то скажет, что... Можешь, Даша, принести послание? Я скажу, да, у меня есть свободное время, я полетел. Вообще, Гефест был первым... Даша, привет. Подожди, я забыла. А, извини, пожалуйста. Да, Даша, все, я свободна. Привет, привет, Даша. Шур-шур-шур тебе передали. Даша говорит, спасибо. Ну, что ты? Я думаю, знаете что, ребята, Гефест мог быть богом курьеров. Потрясающе. Это было потрясающе. А бог курьер Гефест? Я так примерно себя и веду. У него желтый чемоданчик? Или зеленый. Да. Или розовый. Да, и вообще-то у каждого есть свое божество. Бог вина, вот мы вспомнили. Бог Марии, бог курьеров, Гефест. Вот раз он был первым курьером, его же посылали, и он относил всякие вещи. Почта России, может быть, тогда. Они приносят в жертву то, что не доставили. А я услышал, и мне понравилось. Алекс меня иногда не слышит. Да, я обратил внимание. Мне кажется, сейчас женский голос какой-то... Не, не, не было. Семен, мне кажется, я сейчас должна сказать, нет, я сегодня не смогу остаться с ребенком. И он меня услышит очень быстро. В смысле, со своим, Даша, это уже твой. Нет, это еще пока его, еще несколько минут будет его, а потом на 12 лет мой, я помню. Семен, Даша, а вы запомнили, в какой момент у Алекса появились очки? А слушайте, да, мне... Непонятно. И я тоже не понял. Я сначала не увидел, а ведь я занимался ушу. Я сначала не увидел, как они пропали, а потом не увидел, как они появились. Появились. Это с биатлоном связано. Первые очки, ты должен пробежать на лыжах, потом стреляешь, вот три очка. Слушайте, вообще мы про Гермеса говорили. Главное, чтобы на штрафной культуре мы упоминали Гефест. Про Гефеста. А Гермес бегал-то? Конечно. А ты говорил Гефест. Гефест, это вот, который все строил, прометея приковал. А я тут отнекиваться не буду. А Гермес, он, да, за речь отвечал. Я тут отнекиваться не буду, я просто перебудил. Туфельки с крылышками. Да, у Гермеса же, у него еще, знаешь, если вдруг есть древнегреческоведы, которые слушают нас, простите, я от волнения просто перепутал Гермеса и Гефеста. Но уж, знаете что, хорошо, что я не сказал Нептун вместо Посейдон, потому что уж греческую и римскую мифологию путать, это уж совсем надо быть. Это чересчур, согласен. У меня упал телефон, ты так сильно ударил. Он занимался ушу, я напоминаю. Спасибо, третий раз. Согласен. Согласен. Всегда, когда говорю по телефону, я читаю сообщения, всегда, когда говорю по телефону, беру что-то вот грызть, вот он просто, грызть, и часто это что-то несъедобное вообще. Вот такая у меня проблема, пишет нам человек. Хомяк написал какой-то. Да нет, почему хомяк? Можно знаете, что попробовать? Это будет же потрясающе. Можно, например, брать небольшой брусок и пробовать выгрызть чей-то профиль, например, Гоголя. И будет и самому интересно, и резцы подточатся. Выгрызть профиль Гоголя, например, на колпачке ручки. Почему бы и нет? Да, это просто интересно. Знаете, что? А кто это написал? Давайте, давайте, давайте Ницше. А кто написал? Не приставился. Давайте Джон. Да, да. Дорогой Джон 2. Давайте так, дорогой Джон 0.2 версия. Можете, знаете что? Сделать все, что угодно. Как говорил Джеки Чан в фильме Малыш карате, наша жизнь и есть вся кунг-фу. Вы можете погрызывать свои ручки или все, что вы любите там грызть, но превратите это в искусство. И потом, знаете, как пойдет товар? На Озоне не будет, а Озон можно сказать? Да, да. На Озоне не будет и сладу, все будет вам только в руки, все деньги и слава. А вы думаете, ничего себе, просто позвонил в 12 часов утра на радио, а вот он и бизнес. А вот он и бизнес, реклама, прямо сейчас. Капитализма мама. Это ленивое воскресенье, да, у нас в гостях комики Митя и Семен, соответственно, Сорокин и Василий. Коники. У нас в гостях конники или алибарки. На лошадках, да, да. Ребят, вам вопросы продолжать задавать, потому что вы комики против проблем. Абсолютно точно. Да, и вот от Николая сейчас пришло сообщение. Вот, видите, когда уже Джон, вторая версия появился, стали подписывать. Более того, он подписал, сколько ему лет. 27 лет в Москве живет Николай. Здравствуйте. А нового паспорта нету? Нет, к сожалению, нет. Тогда ничего не открываем. Ну, ты можешь посмотреть, ты же знаешь, в WhatsApp это приложение такое. Конечно, знаю. А у тебя есть WhatsApp? Я современен, да, нельзя. Но до нельзя тебя сейчас немножко спалят. В WhatsApp есть, возможно, картинку сделать, ну, фотографию. И вот Николай поставил свою фотографию, вот если поднимешься, можешь посмотреть, как он выглядит. Вот это Николай. Если поднимешься, в смысле, что у меня будет много денег? Да. Отлично. Это Николай. Разогрелись через 51 минуту. Ну, ты можешь посмотреть, как он выглядит. Николай, ну что, Николай, во-первых, потрясающе все. Галстук отличный. И вид такой подтянутый. Интересно, что же за вопрос? Вопрос такой. Здравствуйте. Подскажите, что лучше все-таки? Покупать дорогие продукты в дешевом магазине или дешевые продукты в дорогом магазине? Однозначно, дорогие в дешевом магазине ты можешь себя чувствовать, как король в Дикси. Прикиньте, вот этот сырок бою и Александров покупать и все на тебя смотрят. Это что? Это миллиардер? Это что? Он что, забрал перели палы? А мне, знаешь, что мне бабушка с детства говорила, что мы не настолько... Я сначала дивился этому парадоксу, но в итоге, вот как он звучит, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Это кто говорил? Бабушка? Бабушка, она и до сих пор нет-нет доскажет. Я говорю, PlayStation 3, она говорит, уже пятый же вышел. Я говорю, ну и что? Мы еще третий не освоили. И она говорит, зачем? Мы просто сейчас подтянем туиски и возьмем тебе. А я говорю, бабушка, спокойно, я и сам скоро уже туиски буду кому угодно подвязывать. У меня дедушка, у него тоже есть фраза-паразит, она звучит так. Привет, дедушка. Он говорит, привет. И так он курит все время, 80 с чем-то лет, и покашливает. Привет от старых штиблет, говорит он. А, это я такие знаю штуки. Вот. И вроде бы уже, ну дед, ну сколько, привет от старых штиблет, он обязательно всегда это добавляет. А бабушка замужем? Уже, к сожалению, нет. Ну, она одна сейчас. Ну, как одна, со мной, еще у нас соседка Галя очень хорошая, мы к ней в деревню ездили. А ей одиноко? Вы знаете, я иногда, Алекс, об этом думаю. Я, мне кажется, все-таки, скорее, да, скорее одиноко. И мой дед тоже скучает. А он симпатичный. Да, да. Единственное, у него брови срослись. Я правильно понимаю, что вы сейчас договариваетесь о двух взрослых людях, да? Ну как, да, мы хотим их свести. Подождите, подождите, я пока на грани обсуждения контракта. А, контракта. А у бабушки есть преданное, так в таком случае, если вы, это вы первое произведение слова контракт. Алекс, ты прямо на него сейчас смотришь, на это преданное. Да, я только хотел сказать, в виде мити. А скажите, Алекс, а дедушка живет в Москве? Он иностранец, он в Риге живет. А, надо брать. Да, тогда я, ну мы созвонимся. Да. А мы в Риге были два года назад. Ну то что? Да, там было холодно, но очень интересно. И мы выступали, знаете где? У нас было стендап-шоу, а там рядом с нами переодевались стриптизерши. Ой, как интересно вам было, наверное. Ну, скорее им. Тоже верно. Там, потому что не сезон. Там стриптизерши не уехавшие были. Друзья, а Евгений, понимаете, что я имею в виду? Еще раз повторю. это кто? Это который вопрос вам только задумал. Это Николай был. А, прошу прощения. В галстуке который. Николай. Да, прошу прощения. Ну это нормально, мы заметили, что вы путаете Гефест и Гермеса и Евгений Николай. Ну это... Да уж. Извините, пожалуйста, Николай. Смотрите, вот все, что было сказано выше, то и поможет вам. Если вы настолько богатей, что можете купить себе молоток, когда чик, и он развалился, тогда пожалуйста, а если нет, то тогда естественно нужно подсобирать деньги и купить такой уж молоток, чтобы уж на века из-за титана. Ну это если что касаемо молотков, а если сырки, то берите. Попрощайтесь с нашими слушателями. А что мы должны сказать? Ну как-то вы обычно... Друзья, может... Да, за меня попрощайся, конечно, Митя. Здравствуйте, меня зовут Семен Васильев. А ты за меня попрощаешься? Здравствуйте, меня зовут Семен Васильев. И я клянусь своей бородой, я постараюсь, чтобы сегодня у вас день был прекрасный, потому что, если даже я и похож немножко на лепрекона, во мне течет грузинская кровь, а не ирландская. Хороших выходных. Следующих, потому что воскресенье уже подходит к своему завершению. Ведь зима. А если бы мы были про футбол, то я бы сказал бензима. Спасибо большое. Я Митя Сорокин. Всем передаю привет. На самом деле, это мой настоящий голос. Я могу разговаривать нормально. А сегодня Комики против проблем в 20.00 стендап Патрике Бар. Будем вас ждать, будем решать ваши проблемы. Будем рады вас видеть. Алекс, простите, что вас перебил, просто не могу не сказать, что приятно было с вами познакомиться. Да, с вами тоже. И с вами тоже. Мы вашу проблему еще не решили, но знаете что, приходите на Комики против проблем или зовите нас еще и мы ее обтяпаем. А я думаю, что мы сегодня с сыном Алекса придем еще помимо караоке и ресторана, уже намеченных на Комики против проблем. Я смею предупредить, там сегодня будет Леонид Кулаков и поэтому мат вам обеспечен. Я же говорила, ты повзрослешь. А я в инстаграме Митя Сорокин пришлю фотографию деда. Отлично. До скорых встреч. Пока, ребят. Пока. Спасибо большое, Даша. Ребяточки, я вас сейчас еще обниму. Класс. Так, ну что? Я даже тоже сейчас с тобой буду... Субтитры сделал DimaTorzok